Всем привет, дорогие друзья, и сегодняшний ролик на Линхастле будет посвящен тому, когда будет аирдроп в хомяке и по каким критериям. Кстати, вот недавно я как раз апнул лорда и аж целых 5,5 миллионов монет в час. Думаю, немногие вообще такого достигли, всему причиной то, что я играю довольно-таки давно. Я начал играть до основного хайпа, когда у них было в канале всего 3 миллиона подписчиков, и то 3 миллиона, но по сравнению с нынешними 50 миллионов, это, конечно, немного. Ключи я забираю каждый день, и вчера, наконец-таки, в разделе аирдроп появилась кнопка с критериями, и давайте мы сейчас их конкретно рассмотрим. Вообще бытует мнение, что хомяк начал лишаться своих спонсоров, своих партнеров из-за того, что они тянут и очень сильно затягивают со сроками аирдропа, и поэтому партнеры начали сливаться от сотрудничества с ними. И поэтому им пришлось как-то засуетиться и сделать критерия аирдропа для того, чтобы игроки вернулись, игроки поняли, что от них требуют, и начали условно это выполнять. Также бытует мнение, что уже сделан сейв всех результатов, и дальнейшая прокачка, и выполнение заданий, приглашение друзей, собирание ключей бесполезно. Нет, это не так, никакого сейва не было, никакой информации про это не было, да и это, собственно, бред, потому что если бы это было так, они бы об этом сообщили. Давайте рассмотрим по порядку. Я не знаю, будет ли они в таком порядке и с такой же значимостью, в каком порядке они стоят, но тем не менее, давайте по порядку. Пассивный доход. Ну, пассивный доход, это и есть пассивный доход, скорость вашего майнинга в час, это вообще был изначально главный критерий дропа, которым они сообщали еще миллион лет назад. Следующее, выполнение заданий. Здесь четко скажено, что это связано с бустом комьюнити, с лайканием, значит, их контента, то есть это не комбо, не шифры, по крайней мере, прямым текстом тут про это не написано. Здесь имелось в виду вот этот вот раздел заданий, где нужно смотреть видосики по 100 тысяч монет, выполнять вот это, присоединяться к каналу, следить за аккаунтом и так далее. То есть, скорее всего, имеются именно эти задания в виду, потому что про шифры комбо там, к сожалению, ни слова не сказано. Хотя, я думаю, олдые игры вспомнят, что за комбо они обещали дополнительные награды, поэтому, возможно, это просто не указано. Если что, ТБА, это значит, что скоро мы узнаем, то есть, ТУБИ КОНТИНУЕТ, в общем-то, пока у всех такая надпись. Дальше, количество друзей, которые вы пригласили. Здесь могу поздравить тех, у кого 10 друзей, то есть 10 друзей, насколько я помню, хватит для того, чтобы открыть абсолютно все дополнительные карты. В моем случае у меня 493. Это немного по сравнению с китами, я бы сказал, это вообще капля в море. У людей по 100, по 50 тысяч рефералов, и мои 500, это просто ни о чем. Но, думаю, по сравнению с обычными игроками, это довольно внушительный результат. Ачивки. Вот, и мы открыли. Зачем нам скины, зачем нам прокачки, зачем нам смотреть все эти видосы? Разумеется, ачивки, потому что вот ачивками как раз-таки многие и не могут блеснуть. Итак, давайте кликнем вот сюда и посмотрим наши достижения. Итак, смотрим. Улучшить карты. Ну, улучшить 200 карт, я пока вообще не знаю, кто это выполнил, потому что столько карт тупо нет. Поэтому, скорее всего, это пока улучшить невозможно. Улучшить карты до 15 уровня. Ну, думаю, для тех, у кого больше 3 миллионов в час, уже давным-давно это все выполнили. Потому что, так или иначе, вы любую карту, даже если она стоит овермного, прокачивали до 15 уровня. Улучшить карты до 25 уровня. Я сначала прикинул, типа, а почему бы не прокачать какую-нибудь ультрадешевую, типа, Instagram Hamster Combat. Типа, ну, наверное, хватит. Но я просто начал считать, и даже там, дойдя до 21 хотя бы уровня, это будет уже стоить сотни миллионов монет. И стоит ли это того, не знаю. Это только у тех, кто, скорее всего, находится в топ 100 игры, есть хотя бы там 25 карт. Потому что нужно просто невозможное количество монет. Собирать монеты. 15 миллиардов, думаю, опять же, только у топов игры. Потому что столько накопить, ну, просто физически было невозможно. Но полтора миллиарда вполне. Думаю, вообще все это давным-давно набили. И вот эта ачивка есть у, наверное, 60% игроков точно. Приглашение друзей. Ну, здесь уже, я так понимаю, большинство останавливается примерно вот этой отметки. Но поскольку у меня был трафик, я спокойно смог сделать 100 и даже больше. Разблокировка скинов. Вот сейчас очень важный момент. Поскольку у меня на данный момент куплено 24 скина. И я могу докупить просто один какой-то вот здесь в разделе All. Ну, я докуплю потом. Тут есть скины по 500-200 лямов. Но мне надо будет купить вот этот за 100. И, собственно, все. У меня будет 25 скинов куплено. И получена эта хорошая ачивка, которая точно зароляет в будущем. Так, какие тут еще критерии? Значит, прибыль в час. Чего у меня удивило? Сейчас пишут, что нет процента. Но до этого писал, что 1%. Я подумал, как такое может быть? 3 миллиона в час всего у 1% игроков. Но сами подумайте. В игре за месяц активных пользователей 150 миллионов. Где-то половина из них просто зашла один раз. То есть просто по ревке перешла. Еще половина от оставшейся половины. Это просто АФК. Челы, которые заходят пару раз. И у них нету даже миллиона в час. Ну и сами подумайте. Сколько из ваших знакомых остались сюда играть. Здесь играть. После такого долгой затяжки времени. Которые сделали разработчики. Поэтому, если у вас 3 миллиона. Знаете, вы входите в 1% игроков. И от такого количества это довольно большое число. Смотреть видео Хамстер на YouTube. Ну, это как раз то, что я показывал вам в начале. То есть это также доходится к разделу выполнения заданий. И вот за это есть ачивка. Я не знаю, как я до сих пор не посмотрел 50 видео. Видимо, моя главная проблема в том, что я не забираю награду. А убирают видео в рандомный момент. Так же, как и добавляют. Но думаю, 50 видео я когда-то добью. Подписан на Хамстер ТГ. Вчера посчитал. Я подписан на Хамстеров где-то в 82 дня. И поэтому 100 дней, безусловно, думаю, добью до аэрдропа. А вот насчет 200 уже сомневаюсь. Делитесь в комментариях, сколько у вас чего набито. И будем сравнивать. Потому что я считаю, у меня довольно неплохие результаты. Давайте продолжим. Подписка на Телеграм. Но это дефолт. Думаю, все и так подписаны на Телеграм. Хотя, может быть, есть уникумы, которые не подписывались. И об этом у меня было два ролика. О том, как генерировать ключи, чтобы не играть в эти позорные игры. Не тратить по них на несколько часов в день. Подсказка сейчас появится на экране. Значит, все. Мы критерий дропа рассмотрели. Остается только ждать. Поскольку вчера разрабы написали, что аэрдроп уже на горизонте. Думаю, к серединке, к концу сентября уже точно все будет готово. Потому что, вы сами понимаете, аэрдроп-то будет реально крупнейшей в истории. Тут они не преувеличивают. И просто представьте, что будет вообще с Телеграмом. А главное, с мини-приложением в тот день, когда можно будет забрать награды. Просто десятки миллионов людей будут пытаться в один момент залогиниться в приложение. Это невероятный трафик, который выдержит далеко не каждый мессенджер. Но увидим, что будет. Они явно готовят техническую какую-то часть. Подписывайтесь обязательно на Телеграм-каналы. Значит, Телеграм-канал по криптовалюте. Вот, кстати, только что вышел ролик. Подписывайтесь на Телеграм-канал по комбо. По криптовалюте по комбо уже было видос. И обязательно смотрите все мои другие ролики. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok